Воскресном эфире 4 канала программа 7 дней прибужья. Меня зовут Анна Буйкевич и я приветствую жителей Брестского района, а также всех, кому интересна жизнь нашего приграничного края. И вот о чем сегодня. В Брестском районе стартовала уборочная кампания. Аграрии приступили к жатве зерновых. То, что любишь, и то, что приносит доход. Развитие индивидуального предпринимательства в прибужье. Лучшие в районе и призеры в области. Семья Мешковичи о конкурсе «Властелин села». А сейчас об этом более подробно. Хозяйство прибужье приступили к уборке зерновых колоссовых. Традиционно первая культура, которую убирают с поля – зима ячмень. Наши корреспонденты побывали в полях Брестского района. Традиционно первая культура, которую женут аграрии, является зима ячмень. Это урочище Кураков лес. Его площадь – 70 гектаров. В поле сегодня 8 комбайнов. И день сегодняшний по-настоящему жаркий. И не только потому, что на градуснике плюс 30. Уборочная кампания – как выпускной экзамен всего сельскохозяйственного года для аграриев. Третий год за рулем комбайна – Игревощук. Все движения, как по нотам. Участок не самый простой. Есть полеглости. Но при определенной сноровке он убирается на отлично. Погодные условия. Дождь, град, ветер. Тут сильно не разгонится, чтобы собрать урожай, а не оставить на земле. Общая площадь зимого ячменя в западном – 525 гектаров. Зерно налилось, помогли нам дождики. Планируем урожайность 50 центнеров с гектара. Я считаю, что это неплохо. В открытом акционерном обществе Остромечивого зима ячмень выращивают второй год подряд. Зерно едят в основном на фураж. Культура ранняя. А потому уже в июле дает первый свежий корм для скота. Уже зерно готово к уборке. Оно твердое. И влажность у него уже 14%. 14-14,5% в бункерном весе. Это хороший результат. Да, у нас пойдут минимальные затраты на доработку культуры. В хозяйстве отмечают – урожайность радует. Первое поле дало 53 центнера с гектара. Этот год пока показывает себя неплохо. Вот перед самой уборочной кампанией у нас с начала месяца июля выпало практически 100 миллиметров осадков. Немножко оттянули уборку озимого ячменя. Ну, буквально на 4-5 дней. Начали вчера молотить. За день намолотили 709 тонн. Урожайность пока в среднем идет больше 50 центнеров. Планируем в пределах 60 получить озимого ячменя. А вот на одном из полей хозяйства «Молодая гвардия» уже все сжали. Перешли на соседнее. Здесь также произрастает озимый ячмень. Его планируют убрать за три дня. Общая площадь культуры – 165 гектаров. Средняя урожайность пока порядка 45 центнеров с гектара. На данный момент мы хоть и стоим, под нами все равно влажная почва. Есть низкие места, которые будут убираться уже после того, как подсушат землю. Жатва – любимая пора комбайнера Александра Василевского. 10 лет я работаю комбайнером. 6 лет с этим помощником. Коллектив сплоченный. Все хорошо. Оперативно работают и автомобили-отвозки. А вот это первое зерно нового урожая. С поля оно поступает на КЗС, где высушивается и дорабатывается. После чего идет на хранение в склады. Время и степень доработки зависят от уровня влажности. Оптимально до 14%. Сегодня поступило 120 тонн зерна при влажности 18%. Влажность не сильно высокая, хорошая. Убираем. В целом погода в этом году благоприятствовала аграриям. Снежная зима сберегла посевы. Правда, июнь выдался засушливым. Но после проливные дождики компенсировали недостаток влаги. К массовой уборке в районе планируют приступить во второй половине июля. Ожидается, что к тому времени созреет трапс и остальные зерновые культуры. Евгения Мороз, Людмила Салдина, Владимир Казаков. 7 дней при Бужье. В регионе продолжается заготовка трав второго укоса. Убраны почти все площади, отведенные под зеленые карманы. Как ведутся работы в открытом акционерном обществе «Молодая гвардия» узнаем прямо сейчас. Убирать траву, как и зерновую, задача не из простых. Подход почти ювелирный. Потерять зеленую массу нельзя. Трудиться приходится по 12 и больше часов, даже если за кабиной плюс 30. Но для механизаторов это дело уже привычное, ведь для многих данный укос далеко не первый. Все должно выполняться в срок, тем более сейчас у нас погода позволяет. С утра до позднего вечера убираем. Ну, такая наша работа. Никуда ни денешься. Раз пришел работать, надо работать. Мы уже закаленные, столько лет работающие. А потому и техника в поле работает почти без остановки. Делается и по 15 рейсов в день. Всего в открытом акционерном обществе «Молодая гвардия» за второй укос нужно заготовить травы с 500 гектаров. Львиная доля уже скошена. В основном это бобовые. Средняя урожайность со второго укоса идет в районе 70 центнеров плюс-минус, в зависимости от влажности, которую закладываем. В среднем стараемся закладывать с влажностью 55 процентов до 60. Это самый максимум. Погодные условия, скажем так, они по-своему диктуют свои правила. Один день жарко, второй день дождь идет. Поэтому сейчас, на данный момент, мы ускоряемся именно подбор к скашиванию, потому что начинает масса пересыхать. На предстоящую зимовку здесь уже заложено 90 процентов кормов или 9,5 тысяч тонн. В целом Брестский район из завершающей стадии по заготовке трав. 6,5 тысяч гектаров второго укоса скоро будут убраны. Травы все подошли, как бобовые, так и излаковые. Поэтому закручена полным ходом идет работа во всех хозяйствах. Техники на отвозку хватает. Гораблей тоже самое. Где-то что-то не успеваем в связи с погодными условиями пересыхать, значит оставляем на сену. И занимаемся дальше, досушиваем и доводим до кондиции массу, чтобы потом спрессовать в сено. На данный момент в Прибужье с учетом первого укоса заготовлено более 85 тысяч тонн сенажа, более 24 силоса, а также 4 сена. Всего же в области уже имеется около 700 тысяч кормовых единиц. К другим темам. 1278 индивидуальных предпринимателей сегодня трудятся на территории Брестского района. Под нужды более шести десятков фермерских хозяйств выделено свыше тысячи гектаров земли. С одним из индивидуальных предпринимателей Прибужья встретились наши корреспонденты. И узнали, какое дело может обеспечить красоту вокруг человека. Для того, чтобы из черенка растение превратилось вот в такое деревце, понадобится несколько лет. Занятие для терпеливых. Сегодня, говорит индивидуальный предприниматель Ольга Крымова, владельцы частных подворьев все чаще пересматривают свои взгляды на организацию декоративного оформления придомовых территорий. Все более популярными становятся туики, парисы или можжевельники. Товар востребованный и выращен с любовью. Да, этот процесс нелегкий. Вначале происходит черенкование, это занимает целый год. Укоренение, адаптирование черенка. Два-три года проходит для того, чтобы саженец был готов к посадке на своем участке. Работа на земле – это нелегкий труд, но когда доставляют удовольствие, это как-то быстро проходит и нравится то, что делаешь. Мы делаем все, чтобы была красота вокруг человека, и это приносило пользу и удовольствие. Свое дело Ольга начала с приусадебного участка. Получилось, появилась необходимость расширяться. Обратилась в райисполком. Индивидуальный предприниматель для развития дела получила гектар земли в деревне Покры. Место живописное. А сами жители отмечают, что с радостью открыты на то, что приносит общую пользу. Вот в 2019 году дорога появилась в Блювинище-Покры. В 2020 – детская площадка на радость местным малышам. Вот у нас предприниматель новый появился. Ольга, фирма «Барбарис». Выращивают такие декоративные растения. Очень рада, что у нас кто-то занимается такой деятельностью. И мне кажется, что будут новые рабочие места, будут приезжать новые люди. И будет двигаться наша жизнь вперед. В Брестском райисполкоме также подчеркивают, что развитие предпринимательства в районе – дело, от которого выигрывают все. К примеру, раньше декоративные растения привозили из-за границы. Сегодня, как видим, есть возможность выращивать их на родной белорусской земле. На данный момент в Брестской области на выделенных 50 тысячах гектарах земли осуществляют деятельность 650 фермерских хозяйств. В Брестском районе таких хозяйств 63. На землях – в 1213 гектаров. Здесь спектр очень широкий. У нас сегодня фермерские хозяйства и занимаются и выращиванием лошадей. Это фермерское хозяйство Терапегаз. Есть у нас фермерское хозяйство Юрловское, которое занимается производством перепелиных яиц. У нас есть фермерское хозяйство Прибужское, которое занимается свиноводством. У нас есть даже такое эксклюзивное, наверное, даже фермерское хозяйство Снолейка, которое занимается выращиванием улиток. И для этих деятельностей выделено 1,8 гектара земли. В райисполкоме отметили, что всегда открыты к новым предложениям и готовы рассмотреть любую инициативу. Также по возможности оказать необходимую поддержку индивидуальным предпринимателям и фермерским хозяйствам. Вероника Яковец, Александр Севицкий, 7 дней прибужья. Властелин села Прибужья Мешкович из агрогородка Чернавчица завоевали диплом второй степени в областном этапе конкурса. Об их семье и эмоциях от участия в данном состязании в следующем материале. Одно из заданий районного конкурса «Властелин села» – распилить бревно. Затем господары должны были их порубить на дрова, а жены сложить. Всего же было пять испытаний. Когда готовились к ним и непосредственно состязались, ни Екатерина, ни Максим Мешкович даже подумать не могли, что именно они станут победителями. Для них прежде всего это был семейный праздник, возможность провести еще один день вместе, а уже потом конкурс. Правда, готовились к нему ответственно. Чтобы представить подворье, Катя подключила родственников и даже дом культуры из родной деревни, что в Ивоцевичском районе. Когда нас награждали на районном этапе, мы думали, ну, вторые, третьи, ну, так вот смотрели, как мы выступаем. Потом третью команду назвали те, которые мы думали первые. И Максим такой говорит, неужели мы первые? У него прям слеза потекла. Я говорю, да успокойся, не позори меня. Он говорит, неужели мы первые? Потом первые, он вообще в слезы вытирает. Говорит, сейчас я пойду на ограждение, надо вытереть слезы. После супруги тщательно проанализировали свое участие в районном этапе властелина села. И к областному подготовились уже посерьезней. Ведь нужно было защищать честь своего прибужья. Да и конкурсантов гораздо больше. Сочинили даже целую поэму про свою семью. Настоящий семейный гимн. Безусловно, их успехом, наверное, стала сплоченность этой семьи, поддержка этой семьи, когда они друг друга поддерживают. Приехало поддержать их большое количество друзей, приехали их родители. Ну, наверное, все это в совокупности помогло достичь им такого большого результата и победить, и занять второе место на областном этапе конкурса. А семья у них действительно дружная и искренняя. Сейчас в ней подрастают два богатыря. Савелий, старший, в этом году собирается уже в школу. Правда, решил, что первые 10 классов можно и пропустить. В какой пойдешь класс? 11-й. Младший – Ярослав. Ему только два годика. И прежде чем отпустить маму на интервью, проверил эту участь на себе. Что у папы есть? А, комбайн. А трактор есть? У папы. У папы. В основном мальчики находятся с мамой. Папа, особенно в летнюю пору, практически всегда на работе. Он механизатор в открытом акционерном обществе чернавчицы. Но даже при сложном трудовом раскладе старается как можно больше находиться рядом с детьми и женой. Проводим выходные всегда вместе. Сейчас, в такое лето, стараемся выехать где-нибудь на природу, на шашлык какой-нибудь, на озеро выехать, отдохнуть, покупаться. Как бы любая свободная минута проводим всегда вместе. Самое главное у нас в жизни – это наши дети воспитать, чтобы они достойными были людьми и ценили, уважали своих потом родителей. Любим. Ну, и учим, приучаем также к труду. Возможно, и их сыновья в будущем также станут участниками «Властелина села» или другого подобного семейного конкурса праздника. Но самое главное не это. Главное – это крепкие и дружные семьи, какой сейчас является их семья, в которой есть любовь, уважение и взаимоподдержка. Анна Байкевич, Екатерина Косынюк, Тигряна Копян. «Семь дней при Бужье». На этом наш выпуск завершен. Хорошего вам вечера и плодотворной рабочей недели. До встречи в следующее воскресенье в программе «Семь дней при Бужье».